Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. Как вы видите, мы с вами вещаем немножечко в необычном для меня режиме. Сподвигло меня сделать дис на войну в Южной Осетии, которая сейчас в эти дни исполняется 9 лет. Все видео мы смотреть не будем, мы будем смотреть только ролик канала Мефодия 2009. Называется он «Коротко и ясно. Нападение Грузии на сердце в скобочках Пятидневная война 080808». Давайте-ка приступим. Так, значит, вечером 7 августа 2008 года грузинская... Как так лучше, что ли? Нет, так не лучше. Так не лучше, может быть, сейчас вот так вот. Ага, вот так вот лучше. Вечером 7 августа 2008 года грузинская артиллерия, включая реакцию, но и начала интенсивно обстрел с Кенвала и прилегающих районов. Через несколько часов последовал штурм города с силами грузинской бронетехники и пехоты. 8 августа президент России Дмитрий Анатольевич Медведев надал действия грузинских войск актом агрессии против российских минератворцев и мирных жителей. Завернувшись, что не допустит безнаказанной гибели граждан России. Примерно в 15 часов 8 августа СМИ сообщили, что в Южную Осетию вошла русская бронетехника. Ну, надо знать вообще предысторию конфликта. Короче, когда расплавился СССР, вот эти республики Южная Осетия и Абхазия объявили о независимости, что не устраивало Грузию, так как в составе Советского Союза они территориально были в грузинский СССР. То есть, формально подчинялись Тбилиси, который, собственно говоря, подчинялся Москве и Грузии. Но хотели, чтобы Грузии их уже не подчиняли Москве, но чтобы Южная Осетия и Абхазия подчинялась им. Что из этого вышло, мы все с вами знаем, и поэтому давайте дальше смотреть. Тут на аннотацию надо включить еще. Градами херачат. Вот шволочи! Все! Война! На Олимпиаду не поедем! Война! Потому что... Ну, в эти дни, какие не было Олимпиады. Ну, что я вам рассказываю? Сейчас все в курсе. Двумя ударами! Решили взять Скинвал! Салют Сьюжной Осетии! Ух! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавился жалко Суды эвакуируют в Россию беженство Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Краб resistant Но сказать о том, что там говорили специально А давайте нацикенвал, а давайте убивать русских солдат Это я сегодня плохо представляю, как выявил Там Саакашвилья, да Привет Это вас беспоко subscription Да, давайте, ебавьте, русских солдат Ебавьте Россию А потом вам пиздец будет Так что ли Нет, ну, вполне, конечно, я допускаю еще раз, что, конечно, грузинов готовили, там понятно, но думаю, что решение атаковать Схинвал все-таки было принято им самим, а не кураторами из Вашингтона, как на федеральных СМИ говорят. Ну, давайте-ка смотреть дальше. Комары летают. Молодец, надо прочитать. Значит, на рассвете 8 августа 2008 года грузинская арта ЕВИ открыла целый нагон по расположению российских миротворцев. Около утра расположен не батальон, а было, ну, дальше не показывать. То есть, что первый раз активно танками тоже не показывает. То есть, что при поддержке, ну, видно, что мало ли, при поддержке перехода. С первой минуты боя Сергей Шевелев находился со своими подчиненными на самом опасном участке. Организовал оборону укрытия раненых и спасавшихся в расположении батальона мирных жителей. Участвовал в отражении нескольких танковых атак грузинской армии. Около 9 часов утра был убит разрывом снаряда 81-го года рождения Сергей Юрьевич, старший лейтенант. Да, давайте. Час спустя появились раненые. У окна лежит погибший боец. Так, Абдулин Рауш Мухаммедович, 1888 года рождения, рядовой разведчик-сапер. Рядовой Абдулин находился в составе батальона миротворческих сил, который принял первые удары грузинских войск. Осколок снаряда перебил ему ноги. Получив осколочное ранение, рядовой Абдулин ценой своей жизни уничтожил танк противника, обстреливающие позиции военнослужащих. Батальона именных жителей, солдат погиб от потери крови на поле боя. Да, я как-то в программе есть неделя с кислем, но когда Сирия была, это был еще 2013 год, показывали, как там танкист вылезал из танка, и его РПГ накрыло. И у него прям ноги оторвались, и это было, конечно, жесть. Идем дальше. Так, ну тут это самое, да, че. Марченко Антона Александра из 1987 года, рядовой герой России, пасмертный механик-водитель 19-й мотострелковой дистанции. 8 августа грузинскими войсками была предпринята атака на базовый лагерь батальона. Милотворцы оказались с яростной сопротивлением с превыходящими силами противника. Вели огонь и стрелковое оружие, гранатометов и вооружение боевых машин пехоты. В ходе боя Антон Марченко вывел горящую БМП с позиции российского милотворца в 16-й пас от гибели своих товарищей. Да, он не успел покинуть обятую пламенную машину, которая взорвалась от детонации топливных баков и боекомплектов. Да, конечно, вот это вот кино бы снять про это все, но не то, как август 8-го. Хотя август 8-го фильм был довольно неплохой по спецэффектам, но вот я не понимаю, ну какого хрена Джаник Файдиев туда роботов понамешал. Ну, если уж делать фильм про войну, то уж делать фильм про войну, а если уж делать фильм про роботов, то уж делать фильм про роботов. Он решил девятую роту с трансформерами скрести. Ну, а это мое отступление, это другой фильм, другой клип, давайте смотреть этот. Садимся! 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 Я не знал тогда, что основные силы прибудут сюда лишь сутки спустя. Болки, бригады, дивизии. На боках с Кенвалу рвались лишь два батальона, 800 человек. Кстати, кстати говоря, сейчас нет у нас такой градации, которую мы, да и я привык, там, батальоны, дивизии. Сейчас у нас классификация НАТО в российской армии. Да, вы не знали, теперь вы знаете. У нас теперь бригады и округа. Все. От дивизий, полков ничего не осталось. Как бы это трагично не прозвучало, но так оно, так оно и есть. Реформа, кстати, была проведена после данного конфликта, который я сейчас и обозреваю. Ну, точнее, видео одной из по этому конфликту. Первыми, кто пришел на помощь жителям Южной Осетии и нашим миротворцам, были летчики, которые поднялись на штурмовиках Су-25 с аэродрома в Буденновске и Моздоке. Да, я хорошо помню, как я, ну, мы с папой смотрели, по телевизору новости передавали и смотрели тогда, когда, ну, в общем, начали бить градами, да, потом передали, что дату не помню, 8-9, но, короче говоря, помню вот, что было сообщение, почему-то не показывалось по телевизору, что странно. Ну, в прямом эфире. Ну, видно, тогда возможно, что не было, или что, неважно, короче, передали по телевизору, по первому каналу программе «Время» с Катей Стриженовой, ой, не с Катей Стриженовой, с Екатериной Андреевой, простите, передали, что, короче, ну, наши летчики начали долбить грузинов. И тогда я понял, что уже, ну, когда расстреливали там миротворцев, мирных жителей, я тогда еще не понимал, что реально война. А вот когда уже появились в небе над Скинвалом наши летчики, я уже понял, что, ну, действительно, реально война. И мой отец никогда, Кривошеф Михаил Владимирович, никогда не забуду его реакцию, он сидел на диване и делал вот так вот, наконец-то, наконец-то им ебашим, им ебашим. И действительно им въебашили. Еще парочку слов скажу про генерала Хрулева, который все это, как бы сейчас сказали бы, российскую движуху, ну, операцию по принадлежению грузов к миру. Короче говоря, явно непаркетный генерал, генерал, который сам любит повоевать. И это не хорошо, не плохо, это азарт. Но таких генералов я лично уважаю, потому что они не сидят за спинами своих подчиненных, а сами первые рвутся в бой. То есть, если какой-то, то есть, генерал, если ошибку допустил, допустим, с командованием не слева фланга, а справа заходите, то всю, не просто всю ответственность, а все последствия он на себе прочувствует. Ну, в условиях войны это все сводится до того, что убьют или ранят. И в итоге его родили, да, но, ну, а что, это война. Идем дальше. Они начали наносить удары по колоннам грузинских войск. Эх, я так же наносил удары. Чтобы не дать возможности русской армии войти в Южную Осетию. Когда взлетел, второй заход дел уже на колонне. И потом мы их начали долбить, долбить, долбить. Иван вместе со своим ведомым сделали первый заход на цель. И сразу же были атакованы ракетами грузинских ПВО. Нашим летчикам удалось выйти из-под удара. Несмотря на бешеный огонь, они снова атакуют грузинскую колонну. Потом еще раз и еще. Пока не закончили штурмовку позиции противника. Ну вот, а мы в Турции в систему ПВО продаем. Сейчас, я с 300, с 400. Это по-другому, как они уже были нашли лепчика. Давайте почитаем. Жавитин, Игорь Викторович, 1968 года, вызывание полковник. Штурмон-испытатель погиб в ходе войны в Южной Осетии. 9 августа 2008 года в составе группы из трех самолетов выполнял задачу по разведке и подавлению грузинских огневых точек в районе Тихенвале. Самолет был сбит у Игоря, при комплективовании заказался парашют, и он разбился. Да, интересно, а почему заказался парашют? Что, он попал в двигатель? Не, неприятное считание. Сергею удалось попультироваться из-под битого Су-25. В первую очередь, потерял под собой опору. Вроде как сидел, а тут уже в воздухе вышел. Так, Едоменко Владимир Евгеньевич, герой России 1978 года, майор Титая Августа в районе Чавы. На небольшой высоте звено наших штурмовиков завязало бой, предположительно, с двумя грузинскими ИГ-29, и, наверное, со средствами ПВО противника. Чтобы уйти от прицелов грузинских пилотов, российским летчикам пришлось маневрировать. Ведь в это время приборы самолетов показали, что они попали в прицелы и грузинских ПВО самолет-майора Идоменко. Был сбит ракетой, земля, воздух, предположительно, ЗРК, БУК. Летчик отвел горячий Су-25Б от российских танков и ближайшего села. Накупультироваться слишком поздно и погиб. Честно, ну, давайте так. Никогда, понятно, что подвиг, понятно, что герой, но никогда не понимал этого, потому что, когда твой самолет побит, ты должен накупультироваться. А уж, куда упадет это не твое дело. Да, я понимаю, что я эгоист, конечно, но ведь даже на войне, согласитесь, жить охота. Ну, как важный же ребят. Слышал, он дни 8-й наводит. Я понял, что подсаживается в автоночке, где меня забрали. Приятно, что это наши типа. С Гудеоновска, свои подобрали. Перевалили, когда уже делали в городе, все, в России. Я понял, что это за работой. Я тоже стреляю. Да, и второй билет, человек, который хотел бы в компьютерной твое снисляторами с Калашом, тоже не из ДМ-16. Самый, кстати, Калаш, Легендан, это Москва, не 47-й, а 74-й. Я помолву ними, с подбойниками. Я-то-то разогнаюсь с Калашом, не 29-й, а 75-й. Сержанты, мы сжимаем, что мы сжимаем. Мы сжимаем, что мы сжимаем, что у них не сжимаем, что у нас поиска, мы сжимаем, что мы сжимаем сжимаем. Они женщины, которые мы сжимаем, что мы сжимаем. Почему ему спать, это мешок, а? Капотники, да**а! Черт, надо бьет! Жалко, что мы подбегаем тебя. Денис Ветчинов, бывает так, встретишь человека и сразу видно, его взгляд, манеры поведения, понятно, что он способен на поступок. На приеме для запала. Денис Ветчинов скончался по дороге в госпиталь. Продвезли патроны, выдали белые повязки. Система опознавания, свой чужой. Для боя в городе, чтобы своих не перестрелять. Белые повязки, чтобы у всех были. Обязательно. Продолжение следует. Девести десантников на технике, совершив стремительный марш-бросок через стенуал, Сумели зайти в путь к грузинским войскам и занять важные высоты над горем. Оказавшись один на один с превосходящими пассивными противниками, они вступили в бой. Так. Сейчас, 10 августа, Дизи, переброшенный в скинувал. Нев Италий Италиевич был поражен двумя выстрелами из гантаметов. Наверное, танк загорелся, да? При покидании танка Виталий Италиевич был ранен осколками, зараживающий рядом мины тяжелораненый. Он вернулся к танку, чтобы помочь выбраться из машины раненому, заряжающему танк, глади, ледовому кумару. Ну, наверное, кумарову, точно, я не знаю. Вынося на себе товарища, был сменитивно ранен осколками разорвавшихся мины. Мы вошли на южной окраинской варке, когда еще не потупили дома, горели. Техника стояла, горела, дымилась. Еще никто не украл, не украл, не украл. Далее, что он продолжает, он не затачил. И на 30-х, два метра, на грани. Ну что, все, допрыгались. Где это, 260, да? Ему опору. Да. Скажем, сейчас другие. Команды водители. На максимальной скорости, как грубо схамывало. Передали в госпиталь, уже в стране, как бы, сразу в астракционную забрали. С другой стороны, к ним начали подходить резервы. Вот это мы стали круглопоем, великую полосу. Там отдельное у меня подразделение отстали, вынимались, которые в хвосте. А у них еще одна колонна на них вышла. Они ее раздолбали. Они действительно атаковали вас? Видели их? Конечно. Да, это было 25-50 метров. Огонь ввелся в руку. Засали. Нет. Наезжая до позиции танка, на котором находились Антон и Сергей, сломался. Как они говорят, заклинило. В девятером остались ждать техничку. Сережа сидел на танке с гранатометом в руках и вел наблюдение за дорогой. Это было неожиданно. Солочи погибло. Это только российских военнослужащих. Так, ну тут... А, Алексей Ветрович Сопрыкин или Салтыкин. Кажется, замкомандирующий отрета по вооружению Чернигерской десантно-штурмовой дивизии. Виждать эти шковские десанты кишки во главе вооруженных сил действия в качестве передового отряда. Уполнена боевая задача захватить установленный рубеж сухопутными силами, наверное, поделиться с известиями командир полка полковник Аншикин. Означаю это, что его удерживало в беже нескольких километров от горя. Погиб от пули снайпера 12 августа во время боя между городами Цхинвали и Джаба. Кстати, вот этого боя между городами не было или было. Но, во всяком случае, я его не видел. То есть, Болей зацехиновал, потому что сейчас видели фрагменты, да? Там, хоть от шагу я не знаю, может, есть ли где на ютубе. Даже не думал, что такое смерть может быть. Просто для себя подумал, что это очередная часть. Время, когда мы начали работать, то есть в этот момент уже... Все из наших садмираем здесь. Ой, кем-то, 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 кем-то. Северо-запады. Командир, кем-то, кем-то. Отряд какой-то должен был ударить по центру. Командир. Пожалуйста, молодой, молодой. Порвыми, поехали, мы здесь лаймоте съездим. Другое. Давно беру. За игру. Если взглядели, вырвутитесь к боевому делу, придем, проверим. 71-я гладийская малая бригада. Победа! Ну, для Южной Осетии все влашусь. Действительно, победа. Как и для Абхазии. А для нас-таки это ничья. Почему? Потому что... Ведь как считается победа? Победа считается, когда вы, знаете, остались у противника. Да. Понятно, здесь. Ура! Ура, да, еще я! Победа! Хотя это так, как бы вот такие выстрелы были на улице, как в Тбилисио. Снову горду. После взятия экспорта. Хотя, в принципе, Медведева понять-таки можно, потому что штурм Тбилисио бы тоже жертвы было бы еще, значит, она гораздо больше. Ну, это, ребят, война. Тут либо Па? Либо пропал. Либо убили. Или ранили. Либо герой России. Хотя, конечно, либо выжил. Ну, и герой России. Все. Другого не дано. Это был обзор видеоролика канала Мефодия или Мелодия. Клип про войну в Южной Осетии и Абхазии еще раз. Ну, скоро как раз-таки будет годовщина признания независимости республик этих Россий. Так что я поздравляю и осетин, и абхазов с тем, что они отстояли свою независимость. Пока!